Многие разведки говорят, что Путин из-за санкций не может восполнять оружие, потому что очень много элементов, особенно там умных микросхем, они из-за рубежа. Это соответствует той информации, которая у вас есть или нет? Потому что вы говорите, что они заместили многие эти компоненты? Я не видел такой информации. Я видел как раз прямо противоположную, что степень импортозависимости вообще российского вооружения сильно понизилась. Нужно же понимать, что когда мы говорим о российских вооружениях, там не две системы, не пять систем. Их там сотни. И вполне возможно, что кто-то что-то произвести нельзя. Но я думаю, что эти ограничения... Во-первых, на складах российской армии имеется какой-то достаточно большой запас. Нужно это понимать, что он есть. Начиная от танков типа Т-64 и дальше. Во-вторых, думаю, что по большинству типов вооружений, которые используются против Украины, думаю, что нет. Опять, то, что их сегодня нельзя произвести, это не означает, что... Вообще цикл производства вооружений уже длительный. Не знаю, какую-нибудь ракету будете месяца два производить, а танк не будет, не знаю, месяцев шесть. А какой-нибудь крейсер Москва, не знаю, лет восемь будете клепать. Вот скорости, они разные. Поэтому... Опять, какая-то импортозависимость есть. Насколько это импортозависимость... И насколько это зависимость от Израиля, насколько это зависимость от Франции, Швеции или Америки, мы пока точно не знаем. Поэтому я про зависимость от Израиля знаю. Но Израиль ничего не перекрывал.